В 2023 году октябрьские судьи рассмотрели 1390 уголовных дел. В основном они касались сферы домашнего насилия и вождения в нетрезвом виде. В ходе досудебных расследований бывали случаи, когда полицейские прокуроры, борцы с коррупцией, допускали ошибки. В результате судьи вынесли в адрес таких правоохранителей 43 частных постановления, среди которых были и увольнения со службы. По делу Фокина осуждено за изнасилованием потерпевших в ходе следствия допущенного нарушения. Как со стороны полиции, прокурора, так и со стороны экспертов. По делу проводились судебно-психиатрические экспертизы. При этом не были истребованы медицинские документы в отношении потерпевших. В материалах дела заключения экспертов в части исследования психиатра указаны данные в отношении лица по другому делу. В ходе рассмотрения дела эксперты предоставили другой вариант заключения, результаты которого отличаются от первого варианта. При таких нарушениях суд апелляционных инстанций вынужден был назначен повторную судебную психиатрическую экспертизу. В целом, в уголовной системе области за последние пять лет спикеры брифинга отметили постепенное снижение числа возбужденных дел. Зато растет число административных разбирательств. В минувшем году в административных судах области было рассмотрено чуть более тысячи дел. Это сразу на треть больше, чем годом ранее. Большинство исков было подано из-за неправомерных действий судоисполнителей или по вопросам земельных и жилищных отношений. Всего в прошлом году было возвращено 488 исков из поступивших 1051. Это составляет около 46%. Но надо отметить, что из возвращенных исков 269 или 55% из них – это возвраты в связи с отзывом исков самими и сами. Чем это обусловлено? Знаете, что суды в рамках АППК наделены таким правом и они руководствуются принципом активной роли суда, должны разъяснять, могут высказывать свое предварительное решение по обоснованиям. В гражданском суде также в последние пять лет фиксируется рост числа подаваемых исков, но не столь значительный, как в административном. Одним из популярных исков стало расторжение брака. По этой процедуре наша область находится среди лидеров по стране, говорят судьи. Рассмотрен был и один гражданский исков признанию человека банкротом. В минувшем году такую возможность предоставили власти злостным неплательщикам кредитов. Но в целом гражданская судебная система рассчитана на примирение сторон. Окончено с примирением 5740 гражданских дел, что составляет 55% оконченных рассмотрением медиабельных дел. То есть медиабельные – это те дела, по которым возможно примирение. Тогда как за аналогичный период 2022 года с примирением было окончено всего 50%. То есть на 5% в 2023 году стороны гражданского судопроизводства смогли примириться на большее, на 5%. Всего за 2023 год в области было рассмотрено 24 тысячи гражданских дел. Влад Рогушев, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok